приветствую любителей предметно-материальной истории я снова в гостях у своего друга петровича реставратора от бога и он покажет как в домашних условиях буквальном смысле на коленке можно вернуть к жизни антикварные серебряные ложки и что особенно интересно он покажет способ который нигде в ю тубе еще не показывали как восстановить черпак или по-другому называется хлебала ложки петрович привет приветствуем вас ну да вот тут кто-то уже по мудрству не знаю наверно слесарными инструментами какими-то побита по карбона ребята простейший вариант у кого-то у меня например все таки вот пузеля пузеля это что такое пузель вот она шарик условно для людей даже далеких но фактически шарик можно если у кого-то этих шарика подшипников всяких размеров на барахолке море элементарно берем условно кусок свинца это какой-то особый свинец не обыкновенный там с этих самых и что делаем и начинаем его обстукивать и не жалко ложку нет вижу и что она выровнялась у тебя там вмятина специальная какая-то в свинце по сути у тебя формовик такой для ложки ногах его выдали можно можно вот так вот если на воде чего-то там кстати ты он говорил а шо если вот-вот вечно вот бугорочек да да посмотри камеру покажи угрок вот давайте пересмотрим на нём прямо это и маленькими у датчиками потихонечку потихонечку уже мужем ну тут кого зачем больше его в руках поелозишь тем ровнее оно будет это что значит ну вот на ощупь а вот бугорочки нащупывая пальцами их не видно их не видно вот и кстати когда ты вот взялся в оцаре бугорок и ты же сразу автоматически попадаешь на шарик на поверхность шарика так а покажи внутри теперь ну ну внутри тут знаешь каким образом тут пока вот эти выпрямлено это для того чтобы мелкие выпрямляя и что не растягивая стягивается конечно а греть не нужно не то я там читал на форумах и троич но подожди подожди вот послушай значит там есть такой рецепт что нужно нагреть серебро а потом резко опустить воду и тогда она становится якобы мягким я подумал что как это что-то где в какие они петрович несколько форумов значит закалка серебра подожди вот не значит рассказываю несколько я еще не знаешь думаю ну дурь какая-то потом раз два три несколько форумов ночь рассказываю он раз пишет значит для специалист вы там не мучаетесь значит берете до красна раскаляете ложку на газовой плите а потом мы резко в воду охлаждать подожди резко в воду охлаждаете и тогда серебро становится мягким потом для того чтобы вернуть твердость послушай нужно раскалить и оставить остывать на три дня я подумал простейшая физика у серебра такая теплопередача за три дня остывать нужно первое что меня смутило единственный момент чтобы сделать его более жестким нужно вот так нужна гортовка вот если ты его от стучишь он он жестче стану то есть поймать как бы да как крахмал вот если да да у него вот этот вот его постучишь кстати туши а тут он еще вот вот неровности большие с этим не спеши у меня яйцо есть специальное большое яйцо не яйцо ну ведь он тоже хорошо яйцо каменное не окану каменным не знаю нормально я вот эти мелкие только не понял как делать вот сейчас у тебя смотрю на этой ложке вишу плохо шоу-то и он крупным рашпиле надо стирать все придется вот давай его смотри вот здесь вот да видно я сильно проводишь вот она вся с другой стороны видно в как прям кто-то да 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 или зубами грань ну это тут ну конечно у меня вот это любимый инструмент который служит для делая полусферы еще есть вот матрица матрица давай покажем зрителям как называется правильно ну это пунзель пунзель у него с двух сторон разный диаметр разный диаметр да ну вот как у тебя сбоку здесь да ну тут вещь это под разные шары не спешно отлавливаешь видишь а вот еще тут а смотри а тут в обратно петрович а как ты гантели эти продают в ювелирных магазинах правильно вот и ну для ювелир это я сам и это тоже самоделка я тебя понял обратно как на шарик да и моло . что-то там сильно ударены это видимо были большие специалисты для проверки серебро не серебро серебро ну встречаются такие что крупными рашпилями ну пробила даже делать ну да а вдруг на ручки ложки над пилил он да ну да я вдруг там под серебром золото спрятана ну вот кстати вот даже сейчас вот первое впечатление уже раз да уже уже крупных нету один из вариантов это вот этот момент выдавливать тянуть да вот это как гладилкой получилка но у меня же здесь же полукруглая да а свинец мягче до серебром ну конечно а потом все равно его в конечном счете нужно больше шкуркой но естественно палец мурку и потихонечку и он идеально получается но если вот этой гладилкой вот то есть надо нижнюю форму сделать получается она сама получилось так уже знаешь но все равно на горбатая тоже будет она потом усредняется видно и вот тут в этом месте да тут вибрая с этой стороны нужно видно как выравнивается все шарики а ты шарик соответствии со сгибом ложки там еще были подержим может быть это лучше нет это большой ну слесарную конечно тоже работу надо сделать но уже а попробуй пальцем похоже чуть-чуть там шероховато сесть от меня сказал бы ну там же что-то сказал что они слова какие-то непотребные произносили напоминаю не сказал там человек написал александр николаевич если я не ошибаюсь что я один на себя не мог никогда подумать что я целый час смогу смотреть про какую-то пружинку которая сука не входит про какой-то геморрой сифилиза целый час спасибо вам ребята ребят ну так это швейшарная работа это когда старые анекдоты с помощью кувалды и какой-то матери знаешь там на уму взлететь и даже скучняк без прибауток какие-нибудь истории даже как раз и есть мы мелкая моторика нам заставляет мозг куда-то в транс уходить и во всякие воспоминания вот петрович что-то чинит это мне человек принес и сказал ты за человек уже память подожди подожди там комментарий был под димы на магазин про магазин диме ты где-то заходил комментарий знаешь какой появился интересно сколько отпечатков пальцев петровича на дима иных предметах а это понимаешь человек принес они все семейные реликвии от царствия небесного мам мамы пашет аккуратненько запаять запаял да и все ой пардон вернулась первое что-то мне здесь не нравится петрович это что основа вот этого ювелирного дела лифтовка серебра или что ну вот какие-то технологии какие-то правила есть берешь и стучишь значит если кто-то сделал изделия кто-то поломал значит можно вернуть в исходное положение ну работа называется дефолка делаешь объемный элемент какой потому что в процессе из ровного листа делается объемные но если это объемное изделие помяли можешь обратно его выровнять вот сейчас мы стучим стучим где-то увидели а вот тут что-то неровненькое вот товарища их прессом делают вообще на форму дать его вот ты сказал что у тебя есть яйцо конечно это делается моего это пуансун уже готовый у них сразу вот это на хлебала идет она такая сложная и это сразу давится штампу вот вот взял пальцем провел оба новым объяснить ну как вот вот выпуклость кстати вот так когда начинаешь обкатку делать тоже мину про то что вот это закалка понравилось на нескольких форумов петро и это вполне спорят вполне серьезно это советы дают такие люди повторяют это вообще даже не читает и дизем полный у полные дети ну я теска я конечно иногда попадаю на них хочется мне включить прорабский лексикон ну там же не пропускает то все пропускает прямо это можно написать что присутствует у меня есть метр блокировали 3 лично подожди я вот в ролике пишу допустим но у нас возможны выражения он не пропускает прям переводит субтитрами да я пишу что ролики не для детей так что можно нормально по проработке понимаешь и когда люди показывают действительно какую-то технологию или какую-то историю рассказывает это один вопрос к правильно а когда делают дезинформацию для какой цели это делается для как у рачки набрать себе же вы просматривали так а потом ты понимаешь что народ это все они в другую версию верят быстрее чем правильно они так и получается раз все повторяют кто-то там написал что что-то она мягче не стала вообще сломалась да естественно так если ты до красна если ты перегреешь а потом не понимаешь еще неспроста лишь вот эти вот пробы идет соотношение меди лигатуры и серебра цифры чуть-чуть неправильное соотношение сделал то механические свойства напрочь меняются простой пример сплав вода когда мы берем уолова сульма висмут и этот как его еще там забыл они все у них температура плавления в районе от 200 до 300 градусов а когда ты сплавил их все вместе получилось 72 абсурд абсурд ну и так в целом понятно получается мой потихоньку это все отступим а потом что наждачкой проходим и полируем да если появляются после наждачки выпуклости после наждака их видно также продолжаем потихоньку нужно было фотографировать как мы засняли на видео она это 3 это 3 но она менее менее там дырка одна была одна все нету и ты не найдешь кстати да и вот не помню вот 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 она была вот здесь вот пощупаю его снаружи только вода чувствуется вот и все если она заполировать только да ну ты знаешь если если она снаружи будет там она заработает наружу в углу да тут нет нужно еще немножко есть такие бурые ямки сразу и сразу когда ты начинаешь так делать она сразу показывает делать скачкачки а это гладил как позади цепляться да 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 крутяк ты крутяк ну чё ты осталось и шарный напильник вот наждачок да обычно на палец намотал пальцем я механически предпочитаю как не а ты жду на машинкой конечно большой берешь большой большой не вот это маленькая а большой и правильно и большим диском тогда она идет вот так вот сверху вниз вот я вот таким вот тут резинку вот это когда уже вы полировали шака дать тысяча и еще так вот более крупные тоже большой большой он знаешь как это как вата такая но жесткая он хитрый ты в опилке хорошо уходит он крутится а он нет он очень нежно создает такую паутинку которую потом сразу полировать можно я тебя притащу попробуешь петрович ну это уже нет это чем-то как будто надфилем пизпилили а то прям такая паутина синтетическая да не паутина как мочалка такая синтетическая и вместо наждачки и прошелся она создает паутинку которую опа заполировала сразу зеркала я тебе приносил шаров целый комплект такой да да я на подшипку и потом еще подокупал дети привозил же весь комплект а я когда иду на барахолку там их много но там их много рожала трусит у меня же там тоже полный ящик всех диаметров все диаметры ночью это всегда нужно я же тебя послушал тоже собираю но это просто необходимый инструмент при ремонте серебра он не заменит единственное чем можно заменить я подшипники еще использую очень удобно и для ложек в том числе пробовал только я когда ты показал я не понял как отстукивать я отступил чуть-чуть по-другому петрович давай покажу как вот так вот так да и я не без молотка а как вот так нет шар берешь и бьешь об этот вот так смотри она так нежно выпрямляется не ну тут знаешь как вот тут после напильника было вообще-то ровно да ну когда мы сейчас вот эти бугры отсюда вот туда опустили криво они сюда вылезли эти бугры так что это слесаркой нужно будет убирать слесаркой смысле наждаком да да ничего страшного сниму лишние лишь вот тут еще есть ну уже в курсе даже получили так вот друзья обратите внимание по времени вся операция у профессионала заняла от силы там 15-20 минут ложки все хлебала у них выпрямлены отсутствуют какие-либо горбики осталось их только отполировать до наждаком обработать и отполировать вот таким образом вы можете сами сделать восстанавливать возвращать к жизни антикварные столовые приборы хочу заметить что не петрович не я такие операции не выполняем по заказу да 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 это вот если мы только можем подсказать рассказать там ли что если ну для студентам то приходят ко мне но я рассказываю как делать но закажешь мне на ложке заказы не принимаем кому хочется можете приобрести где-то вот или сделать такие шарики кусок свинца выплавить себе под любимый сериал постукивай и приятная с полезным и мелкая моторика и заодно польза для дела возвращения к жизни ложек иногда бывает же такие вещи человек обращается а у него действительно раритетная вещь которая ну вообще ей цены нету тогда мы можем к же поучаствовать а когда вот и вот это я это не считается у меня но я же про ложки я не петрович когда раритетные вещи конечно поможем восстановить и грамотно и грамотно избавиться еще до если она до другого там есть любители старинные конечно можем предложить поменяться на что-нибудь другое более интересно переборщу так друзья показали как ложки выпрямлять учитесь смотрите наши ролики подписывайтесь на канал и с каждым роликом к вам приходят новые знания по восстановлению и реставрации антикварных предметов петрович прощайтесь счастлива до встреч а там же мы скоро плевать будем там да как только подготовишь отливочку будем отливать покажем как из вот это вот вот этой железяки не родятся клоны клоны вот тогда клоны делает клоны до новых встреч подписывайтесь на канал впереди ждет много интересного из жизни реставрации и ареала вопросы петрович это забыл мне вопросы пускай задают потому что объем знаний это большущий рецептура если вдруг кому-то нужна какая-то рецептура есть старинные книги есть дореволюционные книги где там явно что там нет никакого обмана а современной вот этой ютубовской как про закалку серебра вообще я не знаю все до новых встреч пока ребята ну да или какая-то